Ничто так не заряжает бодростью, как частое посещение гор. Собравшись утром, мы выступили в путь, незаметно и довольно быстро достигли до окраин Бамута. Просторы величия этих гор и лесов впечатляют снова и снова. Словно ты впервые оказался тут. Если самому не посетить эти места, не поймешь этих слов. Казалось бы, холодные горы, покрытые льдом, должно быть шутка холодно. Очень странный эффект получается. Глаза видят холод, но чувствуется весенняя приятная прохлада. Поваленные рекой деревья, покрытые льдом. Все настолько естественно, что влюбляешься в свою родину еще сильнее. Один лишь спуск чего стоит, когда ты видишь перед собой настолько старые деревья, которые много чего повидали. Вот они рассказали бы историю наших предков, какими стойкими они были. И через какие испытания проходили, пытаясь донести до нас наши традиции и обычаи, которыми мы дорожим по сей день. Проанализировав местность, мы выбрали идеальный участок для организации нашего временного лагеря. И приступили к разведению костра. С помощью огневого и кресала при наличии сухой растопки можно легко развести костер. А у зажигалки и спичек есть свойство подводить своего владельца в непредвиденных ситуациях. Поэтому огневого никогда не подведет, потому что работает и в дождь, и в снег. Главное уметь им пользоваться и никуда не спешить. Чтобы костер был устойчивее, чтобы огонь не распространился, мы собрали камни и организовали очаг, что является дополнительным обогревателем. Согласитесь, такой очаг и смотрится очень красиво, и функции у него полезны. К примеру, на прогретый камень можно чайник поставить, и чайник придется заново кипятить. После разведения костра половина задач завершена, а все остальные задачи – это обустройство лагеря. Мы взяли с собой водонепроницаемый туристический тент. Способы установок тента существуют уйма. Для начала нам необходимо его раскрыть и раздобыть четыре штыря, чтобы вбить на каждый угол. Чтобы не таскать с собой лишний вес, мы не взяли заводские штыри. Ведь все, что можно добыть в лесу, мы добудем и используем по назначению. Добытые штыри расчищаем от лишних мелких сучков и вбиваем наискосок, чтобы при натяжении тента они держались крепко и не выскакивали. Данный способ установки тента хорош для одиночного погода, когда приходится спать под открытым небом. Чтобы тент был крепко зафиксирован, мы использовали рыбацкий узел, который при натяжении затягивается еще сильнее. Техника вязки узлов берет свое начало с незапамятных времен. Самые древние узлы были найдены в Финляндии, они датируются неолитом, то есть поздним каменным веком. Несомненно, узлы вились людьми и раньше, но, к сожалению, не сохранились. Гибкие материалы были основным крепежным подспорьем, работая с которым человек создавал изделия труда, оружие и различные приспособления. А на колышке мы связали так называемый коровий узел, довольно оригинальный и не менее того надежный морской узел. Такой узел не развязывается под тягой и очень легко завязывается. Такой узел в свое время был очень популярный на флоте, сейчас его используют в основном на лодках с полумоторным ходом или рыбовецких суднах. Но из флота он перешел в бытовую жизнь и сельское хозяйство, где получил широкое применение. И что самое интересное, с помощью такого узла действительно привязывает коров к колам. После того, как мы завязали четыре угла, посередине вбили палку, чтобы чуть приподнять тент, и у нас получилась отличная палатка, которая укроет от непогоды, и если развести таежный костер, то сон ваш будет настолько спокойным, что возможно ваш мозг перезагрузится. Ну или у вас есть медведь. С помощью этой палки мы сделали отличную конструкцию для кипячения чая. С помощью острого ножа отрезали концы ветки и получили рогатину. Взяли чайник и набрали на чистейшей горной воды. Вкус у такого чая будет невероятным. Ведь не зря китайцы считают наилучшим чаем тот, который приготовлен на воде из горных ключей. За ним идет речной и колодезный. Мы воткнули палку подлиннее и повесили на нее чайник. А на месте, где будет ручка чайника, сделали углубление ножом, чтобы чайник не скользил. Для получения качественного напитка недостаточно просто подобрать воду. Необходимо еще и приготовить ее. Для этого нужны две вещи. Это огонь и посуда. Белая глина лучший материал для заваривания чая. Но кроме него хорошо подойдут стеклянные или покрытые эмалью чайники. Чтобы восполнить потерянные силы, мы взяли с собой говяжьи стейки. Ведь мясо в таких походах очень быстро восполняет силы и придает энергию. Пока чай закипает, в нашем очаге появилось много углей и настало время для обжарки мяса. Когда вы заняты делом, либо вам лень и у вас нет мангала, можно забить колышек в качестве держателя для сетки. Вода из горных ключей уже закипела и пора снять чайник с огня, чтобы вода чуть успокоилась и мы смогли насыпать туда немного черного чая в смешку с ароматным. Кто пробовал чай из горных источников и знает вкус такой воды, тот нас поймет. Если бы была функция передачи аромата через ваш телефон, я сам подключил бы ее вам. Ох, этот аромат фруктового чая. Настолько приятно пить чай из деревянной кружки. Руки не обжигает и сохраняет тепло. Все естественно, все по-старинному. Если вам было интересно и хочется смотреть такого рода контент, дайте знать в комментариях. Все ради вас, все ради мира. Люблю вас и уважаю. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok